Живой Бог Евангелие от Марка 12 глава с 18 по 27 стих Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его, говоря, Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Второй взял ее, второй, и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ. Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Саддукеи не верят в воскресенье мертвых, и поэтому задают неверные вопросы. Как семейная жизнь – это не продление помолвки, так и жизнь после воскресенья – это не просто удлиненная версия земной жизни. Хотя между ними будет и что-то общее, все же жизнь после воскресенья будет очень сильно отличаться от нашей нынешней жизни. Саддукеи совершенно не понимают воскресенья. Они применяют стандарты этого мира к потустороннему существованию, и это приводит к странной цепочке рассуждений, предполагающих все возможные проблемы, которые попросту не существуют в вечности. Чтобы возрастать в вере, необходимо учиться задавать правильные вопросы. Правильные вопросы ведут к укреплению веры, познанию Бога и помогают сохранить мир, даже когда мы сталкиваемся с неизведанным. Размышления, часть 2. Бог живых. Евангелие от Марка, 12 глава, 24 по 27 стих. Иисус отвечает саддукеям, что мертвые на самом деле воскреснут. И когда воскресенье произойдет, жизнь не будет такой, как сейчас. Вечная жизнь совершенно не такая, как в нынешнем временном теле. Говоря это, Иисус прежде всего хочет исправить их понимание воскресения. Он открыто говорит, что они весьма заблуждаются. Нельзя выстроить здравое учение о живом Боге, если не верить в воскресенье, потому что Бог не есть Бог мертвых, но живых, стих 27. Он учит об этом в течение всего своего служения. Иисус есть жизнь. И особенно Он показывает это своей смертью и воскресением. Иисус действительно жив. Всякий человек умирает. Но что потом? В чем смысл смерти и воскресения Иисуса, если верующие не воскреснут? Пусть Бог даст вам уверенность в спасении и в воскресении. Молитва. Дорогой Отец, Ты воистину живой Бог. Когда мы были мертвы в своих грехах, Ты послал Своего Сына, чтобы мы обрели жизнь и жизнь с избытком. Пожалуйста, помоги нам возрастать в вере и побеждать сомнения. Дай нам быть уверенными в воскресении каждый день. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok